Марко Мы гуляли с угольщиком Марко, непринужденно болтая. Нам нужно было потратить столько времени, сколько потребовалось бы для того, чтобы сходить в маленькую деревушку Абласур, направить правосудие на след убийц и вернуться домой. Пока мы гуляли, я предавался развлечению, которое с тех пор, как я очутился в королевстве Артура, не утратило для меня новизны. Наблюдать, как случайные прохожие приветствуют друг друга при встрече. Бритому монаху, по жирным щекам которого струился пот, угольщик отвешивал почтительный низкий поклон. Дворянину он кланялся раболепно. С мелкими фермерами и свободными ремесленниками он был сердечен и болтлив. А когда, почтительно склонившись мимо, проходил раб, угольщик даже не видел его. Так высоко он задирал свой нос. Право иногда хочется повесить весь рот человеческий, чтобы положить конец этой комедии. Внезапно мы наткнулись на любопытное происшествие. Из леса выскочила нам навстречу кучка полугулых мальчишек и девчонок, перепуганных и кричащих. Старшему из них было не больше двенадцати или четырнадцати лет. Они умоляли о помощи, но были так взволнованы, что мы не могли понять, что случилось. Мы кинулись в лес, дети бежали впереди, указывая путь, и скоро нам все стало ясно. Они повесили своего товарища на веревке из березовой коры, а он бился, стараясь вырваться, и все туже затягивал петлю так, что чуть не задохся. Мы освободили его и привели в чувство. Еще одна черта человеческой природы — дети во всем подражают взрослым. Они играли в толпу и причем так старались, что последствия могли быть гораздо серьезнее, чем они рассчитывали. Мне не пришлось скучать во время этой прогулки. Не зря я потратил несколько часов. Я со многими познакомился и, как человек пришлый, мог спрашивать обо всем, что меня интересовало. Как государственного деятеля меня, естественно, прежде всего интересовал вопрос заработной платы. И я узнал о заработной плате все, что можно было узнать за такой короткий срок. Человек, неопытный и не любящий размышлять, обычно склонен измерять благосостояние или нужду того или иного народа размером средней заработной платы. Если заработная плата высока, значит, народ процветает. Если низка, соответственно, народ бедствует. А между тем это неверно. Важна не та сумма, которую вы получаете, а то, что вы можете на нее приобрести. И только этим определяется, высока или низка ваша заработная плата в действительности. Я вспоминаю, как обстояло дело с заработной платой во время нашей Великой Гражданской войны в середине девятнадцатого века. На севере плотник получал три доллара в день в золотом исчислении. На юге он получал пятьдесят, которые ему выплачивали бумажонками конфедерации ценой один доллар за бушель. На севере рабочая спецовка стоила три доллара. Заработная плата одного дня. На юге она стоила семьдесят пять. Заработная плата – двух дней. В таком же соотношении находились цены и всех других предметов. Следовательно, заработная плата на севере была вдвое выше, чем на юге, потому что вдвое выше была ее покупательная способность. Да, в деревушке я со многим познакомился. Меня очень порадовало, что здесь уже была в ходу наша новая монета. Множество мильрейсов, множество миллей, множество центов, очень много никеля и много серебра. И у ремесленников, и у крестьян. Было и золото, но только, так сказать, в банке, то есть у ювелира. Я зашел к нему, пока угольщик Марка, сын Марка, торговался с лавочником из-за четверти фунта соли и попросил разменять двадцатидолларовую золотую монету. Ее мне разменяли, попробовав ее предварительно на зуб, позвенев ее конторку, испытав ее кислотой, спросив меня, где я ее достал, кто я такой, откуда иду, куда я направляюсь, когда я собираюсь туда прибыть и задав мне еще сотни-две вопросов. Ответив на них, я по собственной воле сообщил им еще множество интересных сведений. Я рассказал им, что у меня есть собака, которую зовут сторож, что моя первая жена баптистка, а ее дедушка стоял за запрещение спиртных напитков, и что я знавал человека, у которого было по два больших пальца на каждой руке и бородавка на внутренней стороне верхней губы, и который умер в надежде на славное воскресенье. И так далее, и так далее. Наконец, мой любопытный деревенский банкир почувствовал себя удовлетворенным и даже несколько приуныл. Он, конечно, вынужден был относиться с уважением к столь богатому человеку, как я, и не посмел на меня сердиться, но я заметил, что он сорвал свое раздражение на своих подчиненных, что вполне естественно. Да, они разменяли мне мою двадцатку, но мне показалось, что для банка это было нелегко, как нелегко было бы разменять двухтысячедолларовый кредитный билет в лавке какой-нибудь бедной деревушки девятнадцатого века. Хозяин лавки, конечно, разменял бы такой кредитный билет, но он удивился бы тому, что мелкий фермер носит при себе столько денег. Вот так, по-видимому, удивлен был и этот ювелир. Он проводил меня до дверей и долго смотрел мне вслед с почтительным изумлением. Наши монеты не только были уже повсюду в ходу, но даже к новым их названиям привыкли настолько, что стали забывать старые. Только и было слышно, эта вещь стоит столько-то долларов или центов, или милли, или мильрейсов. Это было очень приятно, мы, несомненно, шли к прогрессу. Я познакомился со многими ремесленниками, но самым интересным из них был кузнец Даули. Это был человек живой и большой говорун. Он держал двух помощников и трех учеников и все-таки еле справлялся, так много было у него работы. Конечно, он богател изо дня в день и пользовался общим уважением. Марко гордился дружбой с таким человеком. Он привел меня к нему якобы для того, чтобы показать мне мощное предприятие, которое приобретает у него столько угля. Но в действительности для того, чтобы я увидел, на какой он короткой ноге с таким великим человеком. Мы с Даули сразу сошлись. У меня на оружейном заводе «Кольт» работало немало таких же славных молодцов. Я пригласил его прийти в воскресенье к Марко и пообедать с нами. У Марко даже дух захватило. И когда богач принял приглашение, он на радостях даже забыл подивиться такой снисходительности. Марко ликовал, но недолго. Он задумался и опечалился. А когда услышал, как я сказал Даули, что собираюсь пригласить каменщика Диккона и колесника Смуга, угольная пыль у него на лице превратилась в мел, и он совсем пал духом. Но я знал, что причина его огорчения — предстоящие расходы. Он уже видел себя разоренным и считал, что состоянию его пришел конец. И, направляясь приглашать других, я сказал — позволь мне пригласить моих друзей, а расходы я беру на себя. Лицо его прояснилось, и он пылко сказал — но не все расходы, не все, тебе одному они будут не под силу. Я перебил его. — Пойми меня хорошенько, старый друг, я всего только управляющий фермой, это правда. Но я вовсе не беден. Мне очень повезло в этом году. Ты удивился бы, если бы знал, сколько я заработал. — Поверь, я могу оплатить дюжину таких обедов, не заботясь о расходах не вот столько. И я щелкнул пальцами. Я чувствовал, что с каждым словом расту в глазах Марка, а когда выговорил последнюю фразу, то стал высок, как башня. — Так уж позволь мне сделать по-своему. Ты не истратишь ни цента на весь этот пир, это решено. — Ты великодушен и добр. — Нисколько. Это ты великодушно раскрыл двери своего дома передо мной и перед Джонсом. Джонс сам сказал мне об этом. Тебе он, конечно, этого не скажет, потому что Джонс неразговорчив и смущается в обществе. Но сердце у него доброе и благодарное, и он умеет ценить хорошее к себе отношение. — Да, ты и твоя жена приняли нас очень гостеприимно. — Ах, брат, такое гостеприимство не многого стоит. — Оно стоит многого. Когда человек отдает лучшее, что у него есть, это всегда многого стоит. Больше дать не может и принц, потому что и принц может дать только лучшее, что у него есть. Теперь мы пойдем по лавкам и кое-что купим, и пусть мои расходы тебя не беспокоят. Я такой мод, какого свет не видал. Знаешь, сколько я трачу иногда за одну неделю? Нет, не стоит и говорить, ты все равно не поверишь. Так мы бродили по деревне из лавки в лавку, прицениваясь, болтая с лавочниками про вчерашние события. Нам о них напоминали ежеминутно попадавшиеся на глаза плачущие и запуганные дети, дома которых были отобраны, а родители убиты или повешенные. Одежда Марка и его жены была сшита из холста и сермяги и напоминала географическую карту, склеенную из отдельных кусочков. За пять-шесть лет от первоначальной ткани не осталось и куска шириной в ладонь. Мне хотелось подарить им новую одежду, чтобы они не ударили в грязь лицом перед гостями, но я не знал, как поделикатнее приступить к делу. Наконец мне пришло в голову подкрепить свою выдумку о признательности короля вещественными доказательствами, и я сказал, тебе, Марка, придется позволить мне еще кое-что из любезности к Джонсу, ведь не захочешь же ты его обидеть. Ему очень не хотелось бы выразить тебе свою благодарность, но он такой застенчивый, что не умеет сделать это сам. Он попросил меня купить за его счет кое-какую мелочь для тебя и госпожи Филлис, но так, чтобы вы не знали, от кого эти подарки. Он человек щепетильный, и ему было бы очень неловко. Я, конечно, обещал ему держать все в секрете от вас, и ты, пожалуйста, не выдавай меня. Он считает, что самое лучшее было бы купить вам новую одежду. — О, это слишком. Не надо, брат, не надо. Подумай, сколько это будет стоить. — Да черт с ним, пусть стоит. Помолчи минутку, ты слишком много разговариваешь. Ты никому слова не даешь сказать, это не принято. — Тебе нужно лечиться от болтливости, Марка. И если ты не научишься сдерживаться, болтливость тебя совсем одолеет. Мы зайдем сюда и приценимся вот к этой материи. — Не забудь только, Джонс не должен догадываться, что тебе все известно. Ты и представить себе не можешь, как забавно он щепетилен и горд. Он фермер, зажиточный фермер, а я его управляющий. Но что за воображение у этого человека? Иногда он забывается и болтает такое, что можно подумать, будто он соль земли. Ты можешь слушать его сто лет и никогда не догадаешься, что он фермер, особенно если он заговорит о сельском хозяйстве. Он считает себя лучшим знатоком сельского хозяйства на всем свете. Но между нами он столько же понимает в сельском хозяйстве, сколько в управлении королевством. Однако, когда он говорит, нужно молчать и слушать разинув рот с таким видом, будто ты никогда за всю свою жизнь столь мудрых речей не слыхал и боишься пропустить хоть словечко. Вот это Джонсу понравится. Марка захохотал, услыхав о таком чудаке, и был теперь хорошо подготовлен к любым неожиданностям. А я знал по опыту, что, странствуя с королем, который выдает себя за кого-то другого и поминутно забывает, за кого именно, нужно быть как можно предусмотрительнее. Наконец мы дошли до лучшей лавки в селении. В ней было всего понемногу, от молотков и мануфактуры до рыбы и поддельных драгоценностей. Я решил купить все, что мне было нужно здесь, и никуда больше не ходить. Прежде всего я избавился от Марка, отправив его пригласить каменщика и колесника, тем самым расчистив себе поле деятельности, ибо я никогда ничего не делаю тихо. Если в деле нет театральности, я теряю к нему всякий интерес. Я обеспечно кинул деньги на прилавок, чтобы заставить лавочника уважать меня, а затем написал список необходимых мне вещей и протянул его лавочнику, чтобы посмотреть, умеет ли он читать. Оказывается, он умел и был рад случаю показать это. Он сказал мне, что учился у священника и умеет читать и писать. Пробежав список, он с удовольствием заметил, что итог выходит изрядный, да так оно и было, особенно для такой мелкой ловчонки. Я покупал не только провизию, но и многое другое. Все это я приказал доставить в тележке на дом к Марка, сыну Марка, в субботу вечером, а в воскресенье в обеденный час прислать мне счет. Он сказал, что я могу быть совершенно спокоен, так как точность и аккуратность — закон его фирмы, и прибавил, что пришлет для Марка пару кошельков-пистолетов даром. Их теперь все употребляют. Он был высокого мнения об этом мудром изобретении. Я сказал, наполните их до половины и припишите к счету. Он согласился с удовольствием, тут же наполнил их, и я захватил их с собой. Я не мог ему сказать, что кошелек-пистолет — мое собственное изобретение, и что я официально приказал всем лавочникам в королевстве иметь их под рукой и продавать по казенной цене, то есть за пустяк, который шел лавочнику, а не казне. Мы поставляли их бесплатно. Вернулись мы вечером, и король не заметил нашего прихода. Он рано погрузился в сны о грандиозном вторжении в Галлию со всей армией своего королевства, и вторая половина дня прошла для него незаметно. Посрамление Даули Когда в субботу на закате прибыл весь этот груз, мне нелегко было помешать Марка и его жене упасть в обморок. Они были уверены, что мы с Джонсом разорены и проклинали себя за содействие нашему банкротству. Помимо провизии для обеда, которая тоже обошлась мне в довольно круглую сумму, я купил еще многое, что могло пригодиться нашим хозяевам в будущем. Например, мешок пшеницы. Белый хлеб — такое же редкое лакомство за столом людей их класса, как сливочное мороженое за столом отшельника. Затем большой обеденный стол. Затем два фунта соли. Тоже роскошь в глазах наших хозяев. Затем посуду, табуретки, одежду, небольшой бочонок пива и так далее. Я попросил Марка и его жену никому не говорить обо всем этом великолепии, чтобы удивить гостей и пустить им пыль в глаза. Увидав новые одежды, эти простодушные супруги были рады, как дети. Они не спали всю ночь, дожидаясь рассвета, чтобы надеть их, и облачились в них за час до восхода солнца. Тут их восторг дошел до таких пределов, что вознаградил меня за мой прерванный сон. Король спал, как всегда, словно мертвый. Марка с женой не могли поблагодарить его за одежду, так как я им это запретил, но пытались всячески показать ему, как они благодарны. Однако все впустую. Он ничего не заметил. Июньский день выдался на редкость ясный и теплый. На дворе был просто рай, и в комнаты заходить не хотелось. Гости явились к полудню. Мы собрались под большим деревом и скоро разговорились, как старые приятели. Даже король оттаял немного, хотя сначала ему нелегко было привыкнуть, что его называют просто Джонсом. Я просил его не забывать, что он фермер, но вместе с тем просил его не вдаваться в подробности, а довольствоваться простым утверждением этого факта. Ибо он был из тех людей, которые все испортят, если их не предупредишь, так как язык он имел гибкий, ум деятельный, а сведения обо всем самые туманные. Даули был разодет, как павлин. Мне без труда удалось заставить его разговориться и рассказать свою историю. Было приятно сидеть под деревом и слушать его болтовню. Он сам выковал свое счастье. А такие люди умеют порассказать. Они заслуживают уважения и настойчиво его требуют. Он рассказал, как вступил в жизнь сиротой без денег и без друзей. Как он жил хуже, чем живут рабы у иного хозяина. Как он работал ежедневно по шестнадцати, по восемнадцати часов и питался одним черным хлебом, да и то впроголодь. Как его усердие привлекло, наконец, внимание доброго кузнеца, который чуть не свалил его с ног великодушным предложением взять его к себе в ученики на девять лет на готовых харчах и одежде и научить ремеслу. Или секрету, как выразился Даули. Это было первое его возвышение, первая блистательная удача. И он до сих пор говорил о ней с восторгом и не переставал удивляться, что такое необычайное счастье могло выпасть на долю обыкновеннейшего человека. За все время своего ученичества он ни разу не получил новой одежды. Но в тот день, когда ученичество кончилось, его хозяин подарил ему новое одеяние из сермяги, в котором он чувствовал себя несказанно богатым и прекрасным. — Я помню этот день, — восторженно воскликнул колесник. — И я тоже, — скричал каменщик. — Я тогда не поверил, что это твоя одежда. Честное слово, не поверил. — Никто не верил, — крикнул Даули, и глаза его засверкали. — Я из себя выходил, убеждая соседей, что одежда эта не краденая. То был великий день, великий день. Такие дни не забываются. Да, его хозяин был прекрасный человек. Дела его процветали так, что он дважды в год до отвалу наедался мясом и белым хлебом, настоящим пшеничным хлебом. По правде говоря, он жил как лорд. Со временем Даули унаследовал его предприятие и женился на его дочери. — А теперь посмотрите, как все изменилось, — сказал он внушительно. — Два раза в месяц я ем свежее мясо. Он помолчал, чтобы слушатели имели возможность понять все значение этих слов. — И восемь раз в месяц солонину. — Это правда, — подтвердил колесник, затаив дыхание. — Я это сам видел, — почтительно подтвердил каменщик. — А белый хлеб у меня на столе каждое воскресенье круглый год, — торжественно добавил кузнец. — Скажите по совести, друзья, разве это не правда? — Клянусь головой, правда, — скричал каменщик. — Я это подтверждаю, — сказал колесник. — Скажите сами, какая у меня в доме мебель. Даули широко раздвинул руки, как бы предоставляя каждому полную свободу слова. — Говорите все, что хотите. Говорите так, словно меня здесь нет. — У тебя пять табуреток и притом прекрасной работы, хотя твоя семья состоит всего из трех человек, — сказал колесник с глубоким уважением. — А для еды и питья у тебя шесть деревянных кубков и шесть деревянных тарелок и две оловянные, — торжественно сказал каменщик. — Я говорю это по чистой совести, зная, что буду отвечать перед Богом на страшном суде за каждое лживое слово. — Ну, теперь ты знаешь, что я за человек, брат Джонс, — сказал кузнец с благородной и дружественной снисходительностью. — И, разумеется, думаешь, что такой человек требует к себе уважения и не станет якшаться с незнакомыми людьми, пока не узнает, кто они такие. Но ты не беспокойся. — Знай, что я готов принять каждого как равного и друга, какое бы скромное ни занимал он положение в этом мире, лишь бы он был хороший человек. И в подтверждении моих слов, вот тебе моя рука, я сам заявляю, что мы с тобой равны, совершенно равны. И он улыбнулся всем самодовольной улыбкой Бога, который совершил благородный и прекрасный поступок и отлично понимает это. Король принял протянутую руку с плохо скрытым неудовольствием и сейчас же выпустил ее, как дама выпускает из рук скользкую рыбу. Все это произвело отличное впечатление, ибо ошибочно было принято за естественное смущение человека, ослепленного блеском величия. Угольщица вынесла стол и поставила его под деревом. Это, видимо, изумило гостей, так как стол был новый и хорошо сделанный. Но изумление возросло еще больше, когда госпожа Филлис, стараясь принять самый равнодушный вид, но с сияющими тщеславием глазами, неспеша развернула ослепительно белую скатерть и покрыла ею стол. Скатерти не было даже у кузнеца при всем великолепии его дома, и видно было, что он сильно задет. Зато Марка чувствовал себя как в раю, и это тоже было заметно. Филлис вынесла два прекрасных табурета, и это произвело сенсацию. Гости были потрясены. Потом она вынесла еще два, стараясь сохранить полное спокойствие. Новая сенсация — благоговейный шепот. Потом еще два. Гордость так переполнила ее, что казалось, будто она движется по воздуху. Гости были потрясены, а каменщик пробормотал. — Перед такой роскошью невольно благоговеешь. Как только госпожа Филлис повернулась, чтобы идти обратно в дом, Марка, чувствуя, что надо ковать железо пока горячо, сказал ей, стараясь говорить спокойно и сдержанно, хотя это не очень ему удавалось. — Достаточно, остальные приносить не надо. — Остальные? Значит, это еще не все? Эффект был необычайный. Я и сам не мог бы добиться лучшего. Затем пошли сюрпризы за сюрпризами, подогревшие общее изумление до 150 градусов тени, но парализовавшие внешние его проявления, которые свелись к охам и ахам и безмолвному возведению к небу рук и очей. Она принесла посуду, совершенно новенькую, новые деревянные чашки и прочие столовые принадлежности. Она подала пиво, рыбу, цыплят, гуся, яйца, жареную говядину, жареную баранину, ветчину, зажаренного поросенка и груду белого пшеничного хлеба. Никто из них за всю жизнь не видал подобного великолепия. Пока они сидели, отупевшие от изумления, я как бы случайно взмахнул рукой, и передо мной, как из-под земли, возник сын лавочника и заявил, что он пришел за деньгами. — Хорошо, — сказал я равнодушно. — Сколько там всего? Подведи итог. Он стал вслух читать счет. Потрясенные гости слушали, и волны удовлетворения заливали мою душу, и волны то ужаса, то восторга заливали душу Марка. Два фунта соли — двести милей. Восемь дюжин пинт пива в деревянном бочонке — восемьсот милей. Три бушеля пшеницы — две тысячи семьсот милей. Два фунта рыбы — сто милей. Три курицы — четыреста милей. Один гусь — четыреста милей. Три дюжины яиц — сто пятьдесят милей. Один кусок жареной говядины — четыреста пятьдесят милей. Один кусок жареной баранины — четыреста милей. Один окорок ветчины — восемьсот милей. Один молочный поросенок — пятьсот милей. Два обеденных сервиза — шесть тысяч милей. Две смены мужской одежды и белья – 2800 милей. Одна юбка, одна кофта шерстяная и женское белье – 1600 милей. Восемь деревянных чашек – 800 милей. Разная столовая утварь – 10 тысяч милей. Один стол – 3000 милей. Восемь табуреток – 4000 милей. Два кошелька-пистолета, заряженных – 3000 милей. Он умолк. Наступила зловещая тишина. Никто не смел шевельнуться, никто не смел дохнуть. «Это все?» – спросил я, и голос мой был совершенно спокоен. «Все, прекрасный сэр, только некоторые мелочи я отнес в графу разные утварь. Если угодно, я могу их выделить. Это лишнее», – сказал я, сопровождая свои слова жестом полного безразличия. «Скажи общий итог, пожалуйста». Приказчик прислонился к дереву, чтобы удержаться на ногах, и сказал. «Тридцать девять тысяч сто пятьдесят мильрейсов». Колесник свалился со стула, остальные ухватились за стол, чтобы не упасть, и хором воскликнули. «Господи, не покинь нас в немецкие!» Приказчик поспешил сказать. «Отец поручил передать вам, что совесть не позволяет ему требовать, чтобы вы уплатили все сразу, и он только просит вас...» Я обратил на его слова так мало внимания, словно это был ветер. С видом полнейшего равнодушия достал деньги и кинул на стол четыре доллара. Надо было видеть, как все уставились на эти монеты. Приказчик был изумлен и очарован. Он попросил меня оставить в залог один доллар, пока он сходит в город за... Я перебил. За девятью центами сдачи? Вздор! Сдачу возьми себе. Это вызвало изумленный шепот. Он набит деньгами, он швыряет деньги, словно грязь. Кузнец совсем погиб. Приказчик схватил деньги и убежал пьяный от счастья. Я сказал Марка и его жене. «Добрые люди, вот вам небольшой подарок». И протянул им кошельки-пистолеты с таким видом, будто это сущий пустяк. Хотя в каждом из них, как в копилке, находилось по пятнадцати центов. И пока эти бедняки рассыпались в благодарностях, я повернулся к остальным и сказал так спокойно, словно спрашивал который час. «Ну что ж, если вы готовы, обед, я думаю, тоже готов. Приступим». Все это получилось действительно великолепно. Никогда еще не удавалось мне произвести больше эффект. Выгоднее использовать имеющиеся под рукой материалы. Кузнец тот был просто уничтожен. Ни за что не хотел бы я очутиться на месте этого человека. А он-то хвастал, что дважды в год объедается мясом и ест свежую рыбу два раза в месяц. И каждое воскресенье ест солонину, имея семью из трех человек. Все это обходилось ему в год не дороже шестидесяти девяти центов двух мили и шести миль рейсов. И вдруг является человек, который швыряет на стол четыре доллара за раз. Да еще с таким видом, будто ему скучно возиться со столь мелкими суммами. Да, даули, увял, съежился, свернулся, словно воздушный шарик, на который наступила корова. Политическая экономия шестого века Однако я взялся за кузнеца всерьез, и не прошла еще и первая треть обеда, как он снова был счастлив. А счастливить его было нетрудно в стране рангов и каст. Видите ли, в стране, где есть ранги и касты, человек никогда не бывает вполне человеком. Он всегда только часть человека. Стоит вам доказать ему, что вы выше его чином, рангом или богатством, и все кончено. Он паникает перед вами. После этого вы не можете его даже оскорбить. Нет, я не то хотел сказать. Конечно, оскорбить его вы можете, но с большим трудом. И если у вас мало свободного времени, лучше и не пытайтесь. Уважение кузнеца я уже приобрел, потому что он считал меня человеком необычайного богатства. Если бы я к тому же мог похвастать каким-нибудь завалящим дворянством, он боготворил бы меня. И не только он, но и любой простолюдин, даже если бы по уму, достоинству и характеру, он был величайшим человеком всех времен, а я — полнейшим ничтожеством. Так это было, и так это останется, пока будет существовать Англия. Обладая даром пророчества, я прозревал грядущее и видел, как она воздвигает статуи и памятники своим ничтожнейшим Георгам и прочим манекенам королевской и дворянской крови. И хоронит без почестей первых, после бога, творцов этого мира — Гутенберга, Уайта, Аркрайта, Уитни, Морзе, Стефенсона, Белла. Между тем, король как следует нагрузился, и так как разговор шел не о битвах, победах и поединках, на него напала сонливость, и он ушел всхрапнуть. Миссис Марка убрала со стола, поставила возле нас бочонок с пивом и ушла, чтобы где-нибудь в уединении пообедать тем, что осталось после нас. А мы заговорили о том, что ближе всего сердцам людей нашего склада, о делах и заработках, конечно. На первый взгляд казалось, что дела здесь идут прекрасно, в этом маленьком вассальном королевстве, где правил король Багдемагус. Прекрасно по сравнению с тем, как идут они в том краю, где правил я. Здесь процветала система протекционизма, в то время как мы, мало-помалу, двигались к свободной торговле и прошли уже в этом направлении около половины пути. Разговаривали только Даули и я, остальные жадно слушали. Даули, разгречась и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить, и на которые действительно нелегко было ответить. — А какое жалование, брат, получает в твоей стране управляющий, дворецкий, конюх, пастух или свинопас? — Двадцать пять мильрейсов в день, иначе говоря, четверть цента. Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал, — Ха, а у нас они получают вдвое. А сколько зарабатывают ремесленники, плотники, каменщики, маляры или кузнецы? — В среднем пятьдесят мильрейсов, полцента в день. — Хо-хо, а у нас они зарабатывают сто. У нас хороший ремесленник всегда может заработать цент в день. Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день, а в хорошие времена и больше, до ста десяти и даже до ста пятнадцати мильрейсов в день. — Я сам в течение всей прошлой недели платил по сто пятнадцать. Да здравствует протекционизм, долой свободу торговли! Его лицо сияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял мой молот для забивания свай и в течение пятнадцати минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал. — Я спросил. — Сколько вы платите за фунт соли? — Сто мильрейсов. — А мы платим сорок. Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо? Намек попал в цель. Кузнец покраснел. — Ну, цена меняется, но незначительно. Ну, скажем, семьдесят пять мильрейсов за фунт. — Мы платим тридцать три. — А сколько вы платите за яйца? — Пятьдесят мильрейсов за дюжину. — Мы платим двадцать. — А сколько вы платите за пиво? — Пинта стоит восемь с половиной мильрейсов. — Мы платим четыре. — Двадцать пять бутылок на цент. — А сколько вы платите за пшеницу? — Бушель стоит девятьсот мильрейсов. — Мы платим четыреста. — А сколько у вас стоит мужская куртка из сельмяги? — Тринадцать центов. — А у нас шесть. — А платье для жены рабочего или ремесленника? — Мы платим восемь центов четыре миля. — Вот, обрати внимание на разницу. Вы платите за него восемь центов и четыре миля, а мы всего четыре цента. — Я решил, что пора нанести удар. Я сказал. — Теперь погляди, дорогой друг, чего стоят ваши большие заработки, которыми ты тут хвастался минуту назад. И я со спокойным удовлетворением обвел всех глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. — Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. — Теперь ты видишь, что все они дутые? — Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился и не больше. Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был его убить, так я рассердился. Глядя на меня затуманенным взором и тяжело ворочая мозгами, он возражал мне. — Ничего не вижу. — Ведь доказано, что наши заработки вдвое выше ваших. Как же ты можешь утверждать, что они дутые? — Если я правильно произношу это диковинное слово, которое Господь привел меня услышать впервые. — Признаться, я был ошеломлен, отчасти его непредвиденной глупостью, отчасти тем, что все явно разделяли его убеждения, если это можно назвать убеждениями. — Моя точка зрения была предельно проста, предельно ясна. — Как сделать ее еще проще? — Однако я должен был попытаться. — Неужели ты не понимаешь, да, Оле, у вас только по названию заработки выше, чем у нас, а не на самом деле? — Послушайте, что он говорит. — У нас заработная плата выше вдвое, ты сам это признал. — Да-да, не отрицаю, но это ровно ничего не значит. Число монет само по себе ничего означать не может. Сколько вы в состоянии купить на ваш заработок, вот что важно. Несмотря на то, что у вас хороший ремесленник зарабатывает около трех с половиной долларов в год, а у нас только около доллара и семидесяти пяти, — Ага, ты опять признал, опять признал. — Да к черту, я же никогда и не отрицал. — Я говорю о другом. У нас на полдоллара можно купить больше, чем на целый доллар у вас, и, следовательно, если считаться со здравым смыслом, то надо признать, что у нас заработная плата выше, чем у вас. Он был ошарашен и сказал, отчаявшись. — Честное слово, я не понимаю. — Ты только что признал, что у нас заработки выше, и, не успев закрыть рта, взял свои слова обратно. — Да неужели, черт возьми, в твою голову нельзя вбить такую простую вещь? — Ну, давай я объясню тебе на примере. — Мы платим четыре цента за женское шерстяное платье. — А вы за такое же платье платите восемь центов четыре миля, то есть на четыре миля больше, чем вдвое. — А сколько у вас получает батрачка на ферме? — Два миля в день. — Хорошо. — А у нас она получает вдвое меньше. Мы платим ей только одну десятую цента в день, и опять ты признал. — Да подожди ты. Все очень просто. На этот раз ты поймешь. Чтобы купить себе шерстяное платье, ваша женщина, получающая два миля в день, должна проработать сорок два дня, ровно семь недель. А наша заработает шерстяное платье за сорок дней, то есть за семь недель без двух дней. Ваша женщина купила платье, и весь ее семинедельный заработок истрачен, наша купила платье, и у нее остался двухдневный заработок, чтобы купить что-нибудь еще. Ну, теперь ты понял? Кажется, он слегка заколебался. Вот и все, чего я достиг. Остальные заколебались тоже. Я умолк, чтобы дать им подумать. Наконец Даули заговорил, и стало ясно, что он все еще не может избавиться от своих укоренившихся привычных заблуждений. Он нерешительно произнес, однако, все-таки, ну ты же не можешь отрицать, что два миля в день больше, чем один. Дурачье. Но сдаться я не мог, а вось я добьюсь своего другим путем. Предположим, такой случай. Один из ваших подмастерьев покупает себе следующие товары. Ну, один фунт соли, одну дюжину яиц, одну дюжину пинт пива, один бушель пшеницы, одну сермяжную рубаху, пять фунтов говядины и пять фунтов баранины. Все это обойдется ему в тридцать два цента. Ему придется проработать тридцать два дня, чтобы заработать эти деньги пять недель и два дня. Пусть он приедет к нам и проработает тридцать два дня на половинной заработной плате. Он сможет купить все эти вещи за четырнадцать с половиной центов. Они обойдутся ему в двадцать девять дней работы, и он сбережет почти полунедельный заработок. Высчитай, сколько это получится за год. Он будет сберегать почти недельный заработок каждые два месяца, а у вас он не сбережет ничего. За год у нас он сберег бы заработок пяти или шести недель, а у вас ничего. — Теперь я уверен, тебе ясно, что высокие заработки и низкие заработки — только слова, которые ничего не значат, пока ты не знаешь, сколько на эти заработки можно купить. Это был сокрушительный удар. Но, увы, он никого не сокрушил. Нет, я был вынужден сдаться. Эти люди ценили высокие заработки. Им казалось было неважно, можно ли что-нибудь купить на эти высокие заработки или нельзя. Они стояли за протекционизм. Они молились на него, что было вполне понятно, потому что заинтересованные круги дурачили их, уверяя, будто протекционизм создал им высокие заработки. Я доказал, что за четверть столетия их заработки возросли всего только на тридцать процентов, в то время как цены поднялись на сто. А у нас за более короткий срок заработки возросли на сорок процентов, цены же упали. Но это нисколько их не убедило. Их странные взгляды невозможно было изменить. Итак, я потерпел поражение. Незаслуженное поражение, но все же поражение. И подумать, при каких обстоятельствах. Крупнейший государственный деятель своего века, способнейший человек, самый образованный человек во всем мире, самая умная некоронованная голова на облачном политическом небосклоне за много столетий, побит в споре с невежественным деревенским кузнецом. Я заметил, что всем стало меня жалко. И так вспыхнул, что почувствовал, как усы мои запахли паленым. Поставьте себя на мое место. Вообразите весь тот стыд, который я испытал, и скажите, разве вы на моем месте не нанесли бы противнику недозволенный удар ниже пояса? Конечно, нанесли бы. Уж такова человеческая природа. И я нанес. Я не пытаюсь оправдываться. Я только говорю, что я был взбешен и что всякий на моем месте поступил точно так же. Когда я решаю нанести удар, то вовсе не собираюсь ограничиваться ласковым щелчком. Нет, я не таков. Уж если я бью, так бью на совесть. Я не наскакиваю вдруг, рискуя сорваться на полдороги. Нет, я отхожу в сторону и осторожно веду подготовку, так что противнику моему никогда и в голову не придет, что я собираюсь его ударить. Потом мгновение, и он уже лежит на обеих лопатках, сам не зная, как это с ним случилось. Так поступил я с братом Даули. Я заговорил лениво и непринужденно, как будто только для того, чтобы провести время. И величайший мудрец вселенной не догадался бы, к чему я клоню. Сколько любопытного, ребята, можно найти в законах и обычаях, да и в развитии человеческих взглядов тоже немало любопытного. Существуют писанные законы. Их в конце концов упраздняют. Существуют не писанные законы, они и вечные. Возьмите, например, неписанный закон о заработной плате. Он гласит, что заработная плата с каждым столетием повышается постепенно, но непрерывно. И заметьте, как правильно действует этот закон. Мы знаем, сколько платят за труд в разных местах и выводим среднюю заработную плату за нынешний год. Мы знаем, сколько платили за труд 100 лет назад и сколько платили 200 лет назад. Дальше в прошлое мы заглянуть не можем, но и этого достаточно, чтобы установить закон постепенного роста оплаты труда. И на основании этого закона, даже не имея под руками документов, можно приблизительно определить, сколько платили за труд 300, 400 и 500 лет назад. Хорошо. И это все? Нет. Мы больше не станем глядеть в прошлое, повернемся и попробуем применить этот закон к будущему. Друзья мои, я могу сказать вам, какова будет заработная плата в будущем, через сотни и сотни лет. Да что ты говоришь, добрый человек? За ближайшие 700 лет заработки возрастут в шесть раз, и батрак на ферме будет получать по три цента в день, а ремесленники по шесть. Хотел бы я умереть теперь и жить тогда, перебил меня Смук, колесник, жадно блестя глазами. И притом не на своих, а на хозяйских харчах. Впрочем, на хозяйских харчах, как известно, не разжиреешь. А еще два с половиной века спустя, прошу внимания, ремесленник будет зарабатывать помните, это точно закон, а не выдумка, ремесленник будет зарабатывать двадцать центов в день. Раздался общий вздох изумления. Каменщик Дикон пробормотал, воздев к небу глаза и руки. — Трехнедельный заработок за один рабочий день! — Богачи, ей-богу, богачи! — повторял Марка, задыхаясь от возбуждения. Заработки будут все расти, мало-помалу, мало-помалу, как растет дерево. И еще через триста сорок лет на свете будет по крайней мере одна страна, в которой заработок ремесленника достигнет двухсот центов в день. Они онемели. Они не дышали в течение целых двух минут. Наконец угольщик сказал. — Вот бы дожить до этого времени! — Это доход графа, — сказал смуг. — Ты говоришь графа, — сказал Даули. — Ты мог бы сказать герцога и не соврал бы. Во всем королевстве Багдемагуса нет ни одного графа с таким доходом. — Доход графа! — Нет, это доход ангела! — Да, вот так поднимется заработная плата. В те отдаленные времена человек в состоянии будет купить на заработок одной неделе столько добра, сколько вам не купите за пятьдесят недель работы. Будет немало и других удивительных вещей. — Брат Даули, кто у вас устанавливает каждую весну, сколько полагается платить ремесленнику, батраку или слуге на весь текущий год? — Иногда суды, иногда совет города, но чаще всего магистрат. В общем, можно сказать, что размеры заработной платы устанавливает магистрат. И не просит никого из бедняков рабочих помочь ему определить эти размеры. — Что за вздорная мысль! Разве ты не понимаешь, что тут заинтересован только хозяин, но только человек, который платит деньги? — Я думаю, что тот, кому платят, тоже немного заинтересован. И даже его жена и несчастные дети. Хозяева — люди знатные, богатые и процветающие. Меньшинство, не работая, определяет, сколько платить большинству, которое работает за всех. Потому что богачи объединились, организовали, так сказать, профессиональный союз, чтобы принудить своих меньших братьев получать столько, сколько им сочли нужным дать. А через тринадцать веков, так гласит неписанный закон, объединятся сами труженики и богачи станут скрижетать зубами, возмущаясь тиранией профессиональных союзов. Да, вплоть до девятнадцатого века магистрат будет преспокойно устанавливать цены на труд. Но затем трудящийся скажет, что с него довольно тех двух тысячелетий, во время которых этот вопрос решался столь односторонне, и возбудится, и начнет сам устанавливать размеры своего заработка. — Да, большой счет, — предъявит он за все те издевательства и унижения, которых он натерпелся. — Ты думаешь? — Что он будет участвовать в определении размеров своего собственного заработка? — Конечно. К тому времени он будет и силен, и умен. — Хорошие времена, нечего сказать, — фыркнул богач кузнец. — И еще одна подробность. В те времена хозяин будет иметь возможность нанимать рабочих и на неделю, и на месяц, и даже на один день, если это ему удобнее. — Что? — Правда. Мало того, магистрат уже не будет иметь право заставить человека работать на одного и того же хозяина целый год подряд, хочет он того или не хочет. — Разве в те времена не будет ни законов, ни здравого смысла? — Будут и законы, и здравый смысл, даули. В те времена человек будет принадлежать самому себе, а не магистрату и хозяину. И если заработок покажется ему мал, он может покинуть город и идти в другой, и никто не выставит его за это у позорного столба. — Проклятье такому веку! — крикнул Даули в сильнейшем негодовании. — Собачий век! Непочтение к старшим, неуважение к властям! Позорный столб! — Погоди, брат, не защищай позорный столб! Я считаю, что позорный столб должен быть отменен. — Вот странная мысль! Почему? — Хорошо, я скажу тебе почему. Могут ли человека приблизать к позорному столбу за крупное преступление? — Нет. А справедливо ли приговорить человека за незначительное преступление к незначительному наказанию, а затем убить его? — Никто не ответил. — Это была моя первая победа. Впервые кузнец стал в тупик и не мог мне ответить. Все это заметили. Хорошее впечатление. — Ты молчишь, брат. Ты только что собирался прославить позорный столб и пожалеть грядущие века, когда его не будет. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен. Что обычно происходит, когда какого-нибудь бедняка привязывают к позорному столбу за какой-нибудь пустяк? Толпа потешается над ним, не так ли? — Да. Толпа начинает с того, что швыряет в него комьями земли и хохочет, когда он, стараясь увернуться от одного кома, попадает под удар другого. — Да. А разве в него не швыряют дохлыми кошками? — Швыряют. А теперь предположим, что в толпе находится несколько его личных врагов, обиженных им и затаивших обиду. Предположим, что он нелюбим своими соседями за гордость или за богатство или еще за что-нибудь. Разве вместо кошек и комьев земли в него не посыплются внезапно камни и кирпичи? — Несомненно. — Обычно дело кончается тем, что его искалечат на всю жизнь, не так ли? Переломят челюсть, выбьют зубы или перешибут ногу так, что она потом загноится и ее придется отрезать. Или выбьют глаз, а то и оба глаза. — Видит Бог, что правда. — А если его не любят, может случиться, что его и убьют. — Может случиться, никто не станет этого отрицать. — Я уверен, что вас всех любят, что никто из вас не нажил себе врагов ни гордостью, ни кичливостью, ни богатством, ничем иным и не вызвал зависти и ненависти у подонков своей деревни. — Вы, по-вашему, ничем не рисковали бы, если бы вам пришлось стать у позорного столба? Даули замигал глазами. Я видел, что он побежден. Но на словах он ничем себя не выдал. Зато другие откровенно и убежденно заявили, что они достаточно насмотрелись на позорные столбы, знают, к чему они ведут, и ни за что не пошли бы на такой ужас. Лучше уж скорая смерть через повешение. — Пора переменить тему, ибо, по-моему, я ясно доказал, что позорные столбы должны быть отменены. Многие наши законы несправедливы. Например, если я совершил проступок, за который меня должны привязать к позорному столбу, а ты, зная об этом, не донес на меня, тебя самого привяжут к позорному столбу, если кто-нибудь на тебя донесет. — И по заслугам, — сказал Даули, — ибо ты должен был донести. Так гласит закон. Остальные поддержали его. — Хорошо, пусть так, раз все против меня. Но кое-что все-таки бесспорно несправедливо. Предположим, магистрат установил, что заработок ремесленника равен одному центу в день. Закон гласит, если хозяин хотя бы на один день, хотя бы под давлением деловой необходимости повысит заработок своего рабочего, он сам должен быть выставлен у позорного столба. И тот, кто, зная об этом, не донесет, тоже должен быть оштрафован и прикован к столбу. — Вот это кажется мне несправедливым, Даули, и очень опасным для всех нас, потому что ты сам недавно признался, что в течение целой недели платил по центу и пятнадцати милей. Вот это был удар. Я сразу сокрушил их всех. Я подкрался к бедному, улыбающемуся, довольному собой Даули так осторожно, бесшумно и мягко, что он ничего не подозревал, пока удар не обрушился и не раздавил его. Эффект получился великолепный. Никогда еще мне не случалось за такой короткий срок добиться столь великолепного эффекта. Но через мгновение я увидел, что немного пересолил. Я собирался нанести им удар, но не собирался убивать их. Они были близки к смерти. Они хорошо знали, что такое позорный столб, и теперь, когда он заглянул им в глаза, когда они почувствовали себя отданными целиком на милость чужого едва знакомого человека, которому стоит только донести на них, чтобы их постигла эта кара, они были еле живы от страха. Они побледнели и тряслись, онемевшие и жалкие. Да что там жалкие, полумертвые от ужаса. Все это вышло очень неприятно. Ну, конечно, я полагал, что они будут просить меня держать язык за зубами, мы пожмем друг другу руки, выпьем, посмеемся, и этим все кончится. Но нет, я был чужой человек, а они прожили всю жизнь под жестоким гнетом и приучились никому не доверять, видя, что люди не упускают случая воспользоваться их беспомощностью. Они не ждали ни справедливости, ни доброты, ни от кого, разве только от родных и близких. Просить меня быть добрым, быть справедливым, быть великодушным. Конечно, им этого хотелось бы, но они не решались.